Добрый день, меня зовут Намятова Анжела Николаевна, я учитель английского языка высшей квалификационной категории, работаю в обычной сельской школе и активно использую современные образовательные технологии в учебном процессе. Сегодня мы поговорим об использовании возможностей облачного хранилища OneDrive при дистанционном обучении через школьную сеть дневник.ру. Современное общество ставит перед школой задачу подготовить активного и ответственного выпускника, который впоследствии сможет преобразовывать жизнь своей страны во всех ее сферах. Такое становится возможно только если ученик сам хочет получать новые знания, совершать какие бы то ни было новые для себя открытия и познавать мир. Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает реализацию государственной политики в образовании, обеспечивающей равенство и доступности образования при различных стартовых возможностях и сохранении единства образовательного пространства России. Решить проблемы обеспечения равных возможностей для получения качественного общего образования и весомо дополнить, а также расширить традиционные формы организации общего образования позволит широкое использование обучения с применением дистанционных образовательных технологий, которые можно использовать в первую очередь с длительно болеющими и часто пропускающими занятия детьми, а также в период сильных морозов. Можно выделить несколько трактов понятия дистанционного обучения. Все определения вы можете видеть на слайде. Я же хочу акцентировать ваше внимание на последней формулировке. Дистанционное обучение это новая организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения. Дистанционное образование несомненно имеет свои преимущества в сравнении с традиционными формами обучения, более высокая адаптивность к уровню базовой подготовки и способностям учащихся, здоровью, месту жительства и соответственно лучшие возможности для ускорения процесса получения образования и повышения качества обучения. Также повышение качества образовательного процесса за счет ориентации на использование автоматизированных обучающих и тестирующих систем и доступность для учащихся перекрестной информации, поскольку у них появляется возможность, используя компьютерные сети, обращаться к альтернативным ее источникам. Повышение творческого и интеллектуального потенциала учащихся за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения. Ярко выраженная практичность обучения, учащиеся могут напрямую общаться с конкретным учителем и задавать вопросы о том, что интересует больше всего их самих. Вместе с тем, внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс сопровождается также целым рядом проблем и трудностей. Это такие, как наличие качественного доступа к интернету, не везде это доступно, отсутствие рабочего времени на проведении дистанционных курсов в рабочее время, большая загруженность преподавателя текущей работы, необходимость адаптации преподавателя в дистанционной форме педагогической деятельности с точки зрения его технических, методических и психологических умений и навыков. Для устранения части этих проблем при обучении с применением дистанционных технологий школьная система дневник.ру помогает нам внедрить дистанционное обучение уже сегодня и не прилагая больших усилий. Информационные технологии сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни. Без них немыслима ни одна из сфер общества и образования не исключение. Значительную роль среди различных информационных технологий, используемых в образовании, играют облачные технологии. OneDrive – это компонент, позволяющий хранить нужную информацию на диске. Среди данной информации могут быть как документы, так и различные средства обучения. Данный сервис предоставляется абсолютно бесплатно для учащихся и учителей, зарегистрированных в школьной сети дневник.ру. Найти OneDrive можно через почту на главной странице сайта или в своем профиле. OneNote Class Notebook или книга для занятий – это специальный сервис для организации учебной работы класса, разработанный на основе Office 365 OneNote или Class Notebook. Книга для занятий позволяет преподавателям за считанные минуты подготовить образовательную среду для обучающихся, создать личное пространство для каждого учащегося, библиотеку, содержимую для раздаточных материалов, а также область для совместной работы на занятиях и обсуждения творческих заданий. При этом обмен работами происходит в автоматическом режиме. Как же нам ее создать? Заходим на страницу нужного нам класса, нажимаем на книгу для занятий, дальше создаем новую книгу, указываем ее название и все, образовательная среда готова к использованию. Основные разделы для работы в книге. Первое – библиотека содержимого. Это раздел для хранения материалов, такие как лекции и письменное задание. Добавлять материалы в библиотеку содержимого может только сотрудник. Он может распределить материалы по разделам или отсортировать их по дате, чтобы более новые документы всегда находились вверху списка. Обучающиеся могут только просматривать материалы или копировать их в свои записные книжки. Они не могут удалять или изменять хранящиеся в ней материалы. Второй раздел – пространство для совместной работы. Это раздел, в котором все участники книги могут просматривать и изменять любую информацию, а также создавать любые разделы и страницы. Например, для проекта обучающимся нужно разделиться на несколько групп. Для каждой из них можно создать раздел для совместной работы и также доступ к материалам других групп будет у всех участников. Поэтому такая работа требует ответственного отношения. Третье – это личные записные книжки. Это список записных книжек на каждого приглашенного обучающегося. Записные книжки обучающихся предназначены для совместной работы преподавателей с каждым обучающимся в отдельности. У преподавателей есть доступ ко всем записным книжкам обучающихся, например, для проверки заданий. Обучающийся видит только свой раздел. В каждой записной книжке есть стандартный набор разделов, который доступен для расширения. Это заметки о классе, раздаточные материалы, домашние задания и тесты. Сейчас я вам покажу несколько примеров использования сервиса при выполнении домашних заданий и совместной работы учащихся. В библиотеке содержимого я разместила домашнее задание «Написать сообщение о своем питомце». Образец выполнения смотрите в учебнике на странице 70, упражнение 4, форма выполнения любая, сообщение, презентация, книжечка и так далее. И учащийся делает домашнее задание уже на своей странице в разделе «Домашние задания». Он размещает, допустим, фотографию своего питомца, пишет небольшой текст, который я здесь же исправляю, подчеркиваю и так далее. Также здесь же ставлю ему оценку, либо пишу какой-то комментарий к данной работе, чтобы провести работу над ошибками. Следующее задание уже для более старших классов. Мы использовали общее пространство. Здесь я разместила таблицу для выполнения домашнего задания, в которой дети работали уже все одновременно. Их задача была заполнить данную таблицу. В отдельной колонке я разместила свои собственные комментарии к их ответам и оценила каждую работу. Таким образом, каждый учащийся мог просмотреть свои ответы, ответы своих одноклассников и также просмотреть все комментарии учителя и оценку. Зимний период времени может сопровождаться вспышками заболеваний ОРВИ и гриппа, что нередко приводит к карантину и временному закрытию общеобразовательных организаций с целью предупреждения распространения заболеваний. Отмена занятий возможна также в том случае, если ваша школа является пунктом проведения экзаменов. Репетиционное тестирование в 9-11 классах начинают проводить уже с февраля. И чтобы не прерывать учебный процесс, дневник.ру предлагает ряд инструментов для организации дистанционного процесса обучения, что позволит учащимся, находясь дома, проявить способности к самостоятельному изучению предметов, перенести все классные мероприятия в виртуальное пространство и участвовать в них дистанционно. В следующем видео я покажу вам создание книги для занятий, и мы вместе рассмотрим все ее разделы, наполним их материалами и познакомимся с основными принципами работы. Если у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях. На этом у меня все. Удачи и до встречи!